Т и пусть это причинность ньютоновская прошедшее не влияет на будущее значит если аргумент Т то есть будущее не влияет на прошедшее благодарю вас если аргумент Т отрицательный то эта функция равна нулю вот такое простой условие юркириское это вообще фурья преобразования амплитуда рассеяния которая функция энергии если нужно времени ну можно было бы написать и переданный импульс и координату мы к этому слегка вернемся потом но во всяком случае вот если это представление существует для некоторых функций при действительно положительных значениях Е то тогда я могу выйти в комплексную плоскость добавив к Е мнимый добавок вот это у меня плоскость будет теперь уже комплексного Е а я вот сидел здесь на действительной оси полуоси и у меня этот интеграл существовал вот это вот это вот это ну можно его и так называть а вообще называется фурье нет когда добавляем нет нет а теперь смотрите я просто сюда в экспонент вставляю z ну и и поскольку у меня вот это условие то отрицательная ось уходит по ней нет интегрирования из-за причинности а вот здесь я заменил в экспоненте вместо Е я написал z комплексную величину ну и что там ну у z есть действительная часть это Е есть мнимая часть положительная вот если она положительна то тогда произведение двух мнимых единиц дает мне минус t на кси то есть режущий фактор области больших t значит если этот интеграл существовал то этот и тем более будет существовать стало быть я могу выходить вот с этой оси наверх в комплексную плоскость ну могу выходить со всей оси вообще и таким образом функция f от z у меня будет аналитической функцией во всей верхней полуплоскости а стало быть я могу развлекаться с теоремой каши ну вот со всякими такими обстоятельствами ну и частный случай когда контур интегрирования это большой радиус и вот здесь я сижу в малой окрестности оси ну и если функция достаточно быстро убывает я выкидываю большой радиус и тогда у меня вот идёт функция только по этой оси ну и ещё точка в которой я считаю тут написано f от z я её аккуратно опускаю на действительную осу тогда возникает аналогов в смысле главного значения и вот у меня связь действительной части функции на оси и мнимой части все пределы взяты сверху для мнимой части амплитуды рассеяния если это есть амплитуда рассеяния вперёд есть общее предложение квантовой механики называемой оптической теоремой вот эта мнимая часть пропорционально ну вот здесь некий импульс написан полное сечение там ещё числовой коэффициент стоит который здесь напряжён значит это наблюдаемая величина полное сечение рассеяния а это амплитуда рассеяния вперёд для того чтобы её вычислить надо сделать фазовый анализ потому что рассеиваются на углы и оттуда её извлечь в общем это всё и теоретики и экспериментаторы в согласии друг к другу умеют делать значит таким образом я получил только из аналитичности а она в свою очередь из причинности связь между опритудой рассеяния за что будет действительно часть и полное сечение между взглядами причин мне не потребовалось никакое предположение о форме Ладжалжана о малой константе связи и так далее ну вот здесь я использовал предположение о хорошем поведении и оптическую теорему если поведение в реальных случаях похуже тогда там делаются некие переопределения функции и тогда появляются дополнительные параметры как в реальных диспрессионных соотношениях но насчёт целой литературы и книжка написана и наши большой книжки где угодно вот теперь если перейду от нерелятивистской причинности к реальной со скоростью света тогда лагранжианы если лагранжиан локальный у него должно быть свойство локальной коммутативности два лагранжиана должны коммутировать на 0 при пространственно подобных вот интервал здесь смотрите сейчас сначала нулевая компонента идёт а потом пространство вот если это всё меньше нуля то есть преобладает пространственная часть в этом интервале тогда всё должно коммутировать но это относится к каждому из операторов квантовой механике или квантовой теории поля в данном случае наши все полевые операторы должны удовлетворять такому условию если это так тогда мы многое можем отсюда извлечь ну и в частности для есть во-первых перестановочная функция так называемая Паули-Гилгерстер для полей это уже её вакуумное ожидание по вакууму она опять должна исчезать вниз из-за того конуса это Штюгельберга Феймина но Штюгельберг тут редко упоминается для этого пропагатора но впервые Штюгельберг заметил что все матричные элементы выражаются только через вакуумное ожидание от произведения то Фейн ввел фейминские правила пустил широкий оборот и опять же в тюгельберг писал гильвейский физикоакт его мало кто считал так что это некоторое уточнение историческое вот это всем известный фейминский пропагатор вот буква как он обозначается обычно вот для него вытекает с причинности вот для него как функция квадрат посмотрите еще раз как он определен значит он здесь стоит у меня как функция x-y а я должен взять четырехмерное фурье у меня эта формула здесь к сожалению отсутствует я ее взял то есть написал в образном представлении вот так как я здесь пробовал писать как функция квадрат ну вот здесь член написал для фотонного пропагатора а лемона там полгода спустя для резонного пропагатора и вот это представление известное представление члена лемона это для всего для ампритуда пропагатора а значит когда у вас традиционные поправки включены ну помните я писал пропагатором вот эту функцию при если это поперечный проектор вот теперь квадрат писать а там притулка поперечная в нее входят традиционные поправки для для нее тогда некая плотность в квантовой динамике положительно определенной ну и она если она ведет себя по крайней мере так то можно ничего не вычитать то есть этот интеграл существует без вычитания можно вопрос пожалуйста вот этот объект это все таки полный пропагатор перенормирован ну да перенормирован ну вы можете взять трехмерную квантовую теорию двухмерную сейчас очень любят это делать там тогда это будет перенормировано бывают конечные модели квантовой теории а в реальном случае это конечно перенормирование так сейчас я опять ну вот теперь значит пойдем уже на квантовые динамики вот эту форму Андрей Алексеевич написал вот здесь так некая точка нормировки в которой мы смотрите чем она хороша что я себе квадрат положу равному ану квадрат плодирую просто значение Продолжение следует...